Мне очень приятно, что продолжена череда тех диспутов, которые всегда концентрировали внимание на фигуре, которая сегодня уже совершенно очевидна для всех, представляет эпоху, век. И Александр Васильевич на самом деле оставил такой склет, неизгладимый в нашей памяти, что просто приятно себя называть его современниками. Это не громкие слова, это действительно так. Но память о Денисове не только память через призму, так сказать, нот, это память человеческая, потому что именно он вывел целую прияду молодых композиторов на европейский уровень. Причем делал это именно на основе собственного авторитета, потому что он действительно был человеком мира и прежде всего, конечно, представлял нашу культуру во Франции, где он был награжден орденом почетного региона, где он действительно был абсолютно принят как величина первостепенная. И именно туда, за границей России, собственно, и по его указующему персту отправились те композиторы, которые сегодня представляют Россию на зарубежном уже пространстве музыкальном. И вот АСМ-2, в котором, собственно, впервые объединились композиторы и музыковеды именно той волны, которая была открыта для новых впечатлений, для познания того, что не давало консерваторское образование, это было естественное дополнение. Вот именно это хочется назвать также его безусловной заслугой. Его судьба – это перекресток других судеб, и поэтому очень важна его позиция, которая сегодня уже представляется собой такой культурологической проблемой. Ну, естественно, что Московская Троица, Шнитке, Денисов, Губайдулина – это уже, так сказать, всем понятная такая триада, но круг-то был значительно шире, конечно, и был раскрыт и внутри России, и вне России, в самых разных направлениях. Вот поэтому сегодня, наверное, наиболее важно собрать вот те отражения личности Денисова, которые существуют в воспоминаниях, в эпистолярии, в каких-то субъективных, но от этого не менее интересных суждениях. Сам он был очень пристрастен и резок в своих суждениях, и фактически вот в этом тоже есть некоторая такая особенность деликатного обращения с его следами, так сказать, вот такого рода. И вот в этом отношении мне очень приятно, что сегодня, как говорят, «Хороша ложка к обеду», именно Галина Владимировна фактически вот так презентует книгу, она вышла уже некоторое время тому назад, но это именно свежий материал, книга, которую я прочел с огромным интересом и тоже извлек для себя те детали, которые раньше, так сказать, мне были неизвестны. Это книга «Мои 30 лет» с Эдисоном Денисом. Вот это как раз пример того, о чем я только что сказал. Это с полным моральным правом, так сказать, говорить от первого лица, и при этом очень деликатно, касаясь тех вопросов, которые уже относятся именно к среде обитания Эдисона Васильевича, к тем людям, которые были для него небезразличны. И поэтому извлечение из архива эпистолярий, конечно, замечательные фотографии, это безусловный вклад. То есть, казалось бы, уже так много накоплено, и тем не менее эти накопления продолжаются. Ну вот, сегодняшняя конференция уже по тому перечню и имен, и названию докладов, это явное подтверждение того, что исчерпать это никогда не удастся. То есть, просто будут возникать новые парадигмы, будут возникать новые исследовательские позиции. Мы просто получаем ту призму времени, благодаря которой начинаем видеть то, что большое видится на расстоянии. Моё слово будет словами благодарности, что вы так живо откликнулись на нашу идею повезти эти дни. И достаточно быстро собрался пул, на наш взгляд, лучших музыковедов. Помимо мероприятий, которые пройдут в Москве, на следующей неделе в Светлогорске, в Калининградской области, стартует форум интеллектуальной собственности, где тоже на площадке Союза композиторов мы сыграем произведение Дисона Денисова, Маслум, вместе с нами отправится в Калининградскую область. И музыкант Наталья Суднина прочитает эту же лекцию. Плюс на мелодии готовится выход диска, посвященный Дисону Денисову. И, наверное, для всех нас важно, когда мы уходим в веру, чтобы о нас вспомнили наши близкие и родные. Наверное, для композиторов важно, чтобы их произведения звучали. И это лучшее, что, наверное, мы можем сделать. И, в общем, с такими силами, я думаю, что всё у нас получится. Я скажу о своей книжке только в связи с двумя моментами. На тему «Россия и Франция». Если бы не французский язык, который он выучил сам, он в школе учил немецкий язык и знал его довольно плохо, то никаких вот этих многочисленных связей с исполнителями, композиторами, музыкантами, культурными франциями вообще бы не было. Он учил французский язык уже в те годы, когда мы встретились, вот в 54-м году. И очень вскоре я застала его за переводом в ученическую тетрадку, в линейку книжки «Маленький принц» из Экзюперии, которую он перевёл полностью, перерисовал туда все картинки. Второй момент, связанный с темой России и Франции, он всем очень хорошо известен. Это исполнение Булезова в 65-м году «Солнце инков», которое, собственно, определило его судьбу, в дальнейшем его выход в Европу, его связи, его... Ну, короче говоря, факты здесь хорошо известны. Вот в моей книжке есть фото, афиши этого концерта и программы, где помимо Эдисона «Солнце инков» исполнялось Булезовым ещё сочинение Веберна и Борезова. Последнее, что я хотела бы сказать, это то, как замкнулась такая дуга его жизни. Он родился в глубине России, а похоронен в Париже. Все знают обстоятельства, которые этому, так сказать, предшествовали. И в книжке есть фотография его могилы на кладбище парижском с памятником, который выполнен по эскизу его друга Бориса Бергера.